Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 60. Наши лекции проходят в Срединском монастыре, а записи вы встретите на порталах как Срединского монастыря, так и на портале экзегет.ру. Кстати, на портале экзегет.ру должны выйти и расшифровки наших лекций, так что следите за новостями. Короткий 60-й Псалом, исполняемый под музыкальный аккомпанемент, начинается с плача, услыши, внемли, а заканчивается радостными словами «буду петь имени твоему». 7-8 стихи как бы выпадают из общей структуры Псалма. В них речь идет о царе. Местоимение первого лица «я» меняется здесь на местоимение третьего лица «он». На основании этого перехода от «я» к «он». Некоторые современные исследователи выдвигают гипотезу, что автор Псалма не Давид, а рядовой израильтянин, который испытал горечь изгнания из Иерусалима. Зная, что его собственное благополучие и благосостояние народа связаны с царской семьей, он молится за царя. Однако подобный переход от одного лица повествования к другому встречается и в другой литературе древнего Ближнего Востока. Молитва за царя в третьем лице еще не значит, что автор Псалма – это неизвестный пророк, живший при царе Иосии, или находящийся в вавилонском плену израильтянин, или священник, который жил во времена селевкидов в еврейской колонии среди язычников. Традиционно данный Псалом связывается с восстанием Авессалома, из-за которого Давид вынужден был на какое-то время искать убежище за рекой Иордан. В пользу этого говорит описание благополучного пребывания автора в жилище Божьем, то есть в храме, которое соответствует другим Псалмам Давида и в Тройкниге царств. Рассмотрим подробнее содержание Псалма. Второй и третий стихи. Псалм начинается с вопля унывающего человека, изливающего перед Богом свою печаль. Жизнь для поэта потеряла смысл. Он опускает руки, потому что находится на краю земли. Край земли означает, что дороги дальше нет. Впереди пропасть и бездна. Этот яркий образ означает, что Псалмопевец находится в каком-то отдаленном от Родины месте. Чувство ностальгии по отчизне еще ярче выражено в 136 Псалме, по которому изгнанные сионы израильтяне сидят и плачут при реках Вавилонских. Сион был не столько географическим, сколько идейным центром жизни древних израильтян. Удаленность от Иерусалима не имеет такой существенной важности, как невозможность посещать храм Господень в силу гонений или запретов. Следовательно, спасаясь бегством на голландских высотах, Давид мог плакать о сионе такими же слезами, какими плакали вавилонские пленники на реке Ефрат или Тибр. Псалмопевец просит возвести его на скалу, то есть на недоступную для врагов высоту. Скала, как и крепкая башня, это библейский образ безопасности, недоступности для врагов. В 4 стихе Бог называется прибежищем, поскольку слышит прибегающих к нему. Поскольку за словом прибежище стоит образ приюта, пристанище, убежище, даже ночлежки, а не храма. Там даже разные слова употребляются. Храм — это гейхаль, а прибежище здесь — это махсе. Так вот, этот приют впоследствии стал ассоциироваться с особым прибежищем, куда прибегал Давид, и, следовательно, этот данный псалм достаточно ранний, создан во времена Давида. То же самое можно сказать о понятии «жилище» в 5 стихе, которое, точнее, можно было перевести как «тент», но не «храм». Здесь тоже может быть какой-то намек на скинию, то есть храм еще не построен. За словом «вечно» стоит множественное число существительного век, продолжительное время, олам, что все время давало повод раввинам видеть в этом слове «вечно» указание на этот век и будущую жизнь. Множественное число, буквально веково. Однако в настоящем псалме понятие «вечно» носят исключительно личный характер, надолго, навсегда. Красивый образ птицы, которая распростирает крылья над своими птенцами, согревает, питает, защищает их от врагов, нам указывает на характер Бога. Его крылья дают тень, защищая от палящих лучей солнца. Его покров защищает от беды. Наследие боящихся Бога, 6 стих, по святителю Афанасию Александрийскому, это вечная жизнь, о которой Христос сказал, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Но если для христиан это наследие мыслится как пришедшее в силе небесное царство, то для иудеев времен Давида под таким наследием понимались более простые и приземленные реалии. Земля Ханаана, которая благодаря своему плодородию была особым даром и благословением от Бога. 7-8 стихи «Продли ему жизнь, да пребывает, царствует вечно пред Богом». Такими высокопарными словами приветствуют царя, которому желают долгой жизни, чтобы он мог увидеть своими глазами, как одно поколение его потомков сменяется другим. Божья благодать и истина назначены ему стражами, они как бы стоят у царского трона, чтобы защищать царя от врагов и мятежных подданных. Такая молитва за царя, выраженная в 7-8 стихах, говорит об особой роли монархии в жизни еврейской нации, особенно династии Давидов в Южном царстве, в Иудее. От стабильности царской власти, простирающейся из поколения в поколение, зависела политическая стабильность и в государстве. Считалось, что власть царя была основана на особых отношениях его с Богом. Поэтому любовь Божия и верность Бога своему помазаннику рассматривались не только как личные ангелы-хранители царя, но и как жизненно важные элементы национальной безопасности. стих 9-й. От восхваления царя Псалом снова возвращается к размышлениям о себе. Автор Псалма, прошу прощения. Автор Псалма снова возвращается к размышлениям о себе. Он обещает воспевать имя Божие вовек, буквально всегда, во время совершения благодарственных жертвоприношений. Так, если мы обратим внимание на 9-й стих 60-го Псалма «Я буду петь именю Твуму вовек, исполняя обеты мои всякий день», то мы действительно не только в 90-м Псалме найдем параллели, но и во всех других книгах Библии. Есть такое понятие «завет», принципиально важное для пятикнижей Моисеева. Завет — это договор. Договор, который предполагает обещание двух сторон и условия. И вот в книге второзакония наиболее отчетливо проявляется условие этого договора между Богом и человеком, то есть завета. Бог через Моисея говорит Израилю, «Если ты мне будешь сохранять верность и не будешь ходить вслед чужих богов, тогда я со своей стороны, умножа твое потомство, будешь жить в земле, где течет молоко и мед». Запятая. «Но если ты пойдешь вслед чужих богов, тогда я рассею тебя по всему свету, по всей земле и так далее, я отниму у тебя землю». Земля — это дар. Кстати, здесь хотелось бы привести параллель между словами Моисея и заповедью блаженства. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». «Земля обетованная» — это не мультик про пингвинов Мадагаскара. «Земля обетованная», то есть обещанная богом Израилю, это земля ханаанская, Палестина, территория приблизительная или отчасти совпадающая с границами современного Израиля. Эта земля была обещана, но эта земля — это, как вам сказать, она дается человеку в пользование. Для современных людей понятна разница между понятием собственность и пользование. Если вам государство дало помещение в пользование, оно вас в любой момент может забрать. Каким бы вы договором не прикрывались, собственность была и остается у государства. Точно так же здесь. Земля — это собственность Бога, а мы ее пользователи. Если мы исполняем условия завета с Богом, тогда эта земля дает нам плод. Мы этим плодом насыщаемся, радуемся, благодарим. Но если мы не исполняем этот договор с Богом, тогда земля нам дает терния и волчцы, то есть не дает нам урожая, засухи, какие-то вредители и так далее, и так далее. То есть это работает как очень простой принцип. Работало и работает. Итак, условия. Первое условие — это верность. Верность Богу, сказанное ранее для всего народа, имеет продолжение через призму Нового Завета и на всех христианах. Что говорит Христос? Он не говорит «блажен кроткий Израиль», потому что ему и только ему я даю землю. Он говорит «блажен кроткий» в самом общем смысле. И таким образом богословие Нового Завета трансформирует идею избранности. И вместо национальной идеи избранности по крови потовков Авраама через апостола Павла и других благовестников Нового Завета идея избранности распространяется на всех, кто в Бога начинает верить. Таким образом, человек призывается Богом к вере, если он дает соответствующий отклик, то есть признанно он становится избранным, и эти избранные, уверовавшие, крещенные, как пишет апостол Иоанн, Евангелие Иоанна 3 глава беседы с Никодимом, верующий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть любой верующий человек, он, вступая в Завет с Богом, получает в наследие все эти обетования. И, следовательно, он и поет Богу вовек, исполняя свои обещания верности, и Бог в ответ хранит, защищает, заступает вовек. Более того, этот век в лице Иисуса Христа, он как бы уже пришел, он не меряется нами только лишь в горизонтальной плоскости, что он когда-то придет, но он пришел в своем неком антологическом явлении. Мы соприкасаемся с этой божественностью не завтра и послезавтра, а здесь и сейчас. Среди, вопрос не в том, что мы когда-то умрем, и душа наша вознесется к Богу, и там мы его познаем, а вопрос в том, что у нас есть шанс уже его познать, вкусить его в Евхаристии, в его таинствах, в молитве, в своем предстоянии перед Богом и таким образом уже здесь и сейчас не стать, а быть причастником вечной жизни. Так что все эти обетования, данные Израилю, сохраняя свою силу вовек и в нашу христианскую эпоху, но вместо вот этой национальной замкнутости в апостольских посланиях на первом месте выдвигается идея некого персонального обращения к Богу и это персональное обращение оно естественно сопровождается крещением, вступлением в церковь, а церковь это как явление Царства Божия на земле. И тут, конечно, нужно сделать очень четкое различие между тем, как православные и некоторые протестантствующие мыслят себе границу спасения. Для протестанта я вышел в чистое поле, увидел свет или он меня там перегрел, я сказал Аллилуйя, Иисус любит меня, все, я спасся. Для православного человека это недостаточно, потому что спасение совершается в церкви. Да, я уверовал, но мне нужно креститься, потому что так об этом пишет Евангелие. кто поверит и крестится, тот спасен будет. Соответственно, следующий шаг предполагает крещение, а крещение это вступление в общину верующих людей, которые объединены верой и самой жизнью, таинством соединения со Христом, во главе самого Христа. Мы его тело, мы составляем его плоть, это нечто большее, чем просто смена мировоззренческих парадигм. Это некая сакральность того единства, которое реализуется в общности людей, живущих бок о бок единым духом в церкви. Когда на престоле Давида не стало царя, и иудейское государство потеряло свою независимость, слова молитвы за царя стали рассматриваться как указание на грядущего мессию, который установит вечное царство, и тем самым выполнит навсегда однажды данное Давидом Богу обещание. Будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лице моим, и престол твой устоит вовеки. Таково содержание 60-го псалма. перед вашими глазами на экранах, надеюсь, у многих, кто читает регулярно Библию и в руках текст, моя задача в первую очередь расшифровать значение русского текста, чтобы мы понимали смысл. И поскольку язык псалмов это поэтический язык, он полон метафор. Для того, чтобы раскрыть смысл этих метафор, образов, сравнений, мы возвращаемся на 3000 лет назад и смотрим, как соотносятся небольшие исторические примечания с книгами царств, с географией Святой Земли и с самой жизнью. И понимая, какова жизнь птиц, скажем, орлов, мы это наблюдаем не только в зоопарках и в нашей повседневной жизни, мы можем себе представить, помыслить, с каким покровом и с какой защитой Божией сравнивает те или иные метафоры Давид. Он не может сказать, каков Бог по существу, но с помощью метафор он описывает, каков Бог в своих проявлениях. То есть его защита подобна крыльям птицы, которые защищают и берегают своих птенцов. Ну и так далее. птенцов. 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 Птенцов.